Ну, здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на канале Mobile Gameplay. Доброго вам всем времени суток! Мы продолжаем играть в Injustice 2 Mobile, и сегодня мы посмотрим с вами на реворк легендарной Harley Quinn. Безусловно, это не мой аккаунт. Это аккаунт одного из моих подписчиков, за что я ему безмерно просто благодарен. Как вы знаете, после обновления 3.5, если я не ошибаюсь, 3.5 уже запутался в этих индексах обновлений, у нас произошел реворк Harley Quinn из Отряда Самоубийц. Теперь оно стало еще сильнее, еще мощнее, если можно так сказать. И команду для этого персонажа я делаю по советам, собственно говоря, подписчика. Вот такой командой он, собственно говоря, играет. И, по-моему, он мне говорил Лорда Джокера из Бэтмен-Ниндзя поставить. Где он, где он, где он, где он, где он, а почему я его не вижу? Кошка, Бэтмен... А где же Лорд Джокер из Бэтмен-Ниндзя-то? Вот он, Лорд Джокер, Бэтмен-Ниндзя. Ну что, давайте быстренько пробежимся по тому, что же поменялось в этой, собственно говоря, малышке, детке, Харли Квинн. Узнаем, что нового. И, собственно говоря, отправимся в бой. Первая пассивная способность, я так понял, по-моему, осталась без изменений. 50% шанс критической атаки от Дэдшота. 50% шанс к выработке силы от Харли Квинн в отряде. И 55% стойкость союзников критической атаки в принципе. Дальше. Вторая пассивная способность называется психоанализ. Минус 55% от случайного показателя противника, плюс 30% от такого же показателя передается Харли Квинн и ее союзникам. Как-то сильно сложно. Давайте прочтем поподробнее. При попадании по противнику в первый раз Харли снижает его один случайный показатель и крадет его часть, отдавая определенную долю своим союзникам. Она может украсть шанс критической атаки, урон от критической атаки Шармана Квинн, ну понятно. Все, теперь понятно. Единственное, что интересно, будет ли это показано как-то. Что конкретно мы украли и передали себе в резерв в команду. Третья пассивная способность Безумная Любовь, плюс 125% к атаке от Джокера. То есть, если в команде с Харли будет Джокер, у нас будет плюс 125% к атаке от обычных комбо-ударов. То есть, этакий киборг из Лиги Справедливости теперь Джокер для Харли Квинн из Отряда Самоубийц. Далее, стойкость к оглушению длительному урону, если Джокер в команде противника, плюс 60%. А также стойкость к длительному урону команды, если Джокер в команде противника, плюс 50%. В общем, все достаточно интересно звучит. И, конечно, очень хочется попробовать. Спецприемы также получили некий реворг. Или нет? Или не получили? Хм, слушайте. Вот это я поспешил сказать. На самом деле, не получили. Первый спецприем под названием Сюрприз, он и так обладал дополнительным случайным эффектом. Вот если противник нарывается на кекс, который Харли Квинн оставляет на поле боя. А второй спецприем и третий спецприем остались без каких-либо дополнительных эффектов. Хм, странно на самом деле, потому что обычно, если проходят реворки персонажей, им еще и вешают какие-нибудь новые дополнительные эффекты к спецприемам. В случае с этой командой этого почему-то не произошло. Кстати, человек, чей, собственно говоря, этот аккаунт есть, он советует ставить на Харли Квинн коготь Хоруса. По-моему, так эта штуковина называется. Артефакт. Да, коготь Хоруса. А вот он и стоит, собственно говоря, на Харли. В общем, давайте отправимся уже в бой. Итак, слишком долго болтали. Поехали. Будем сражаться против Лиги Анархии. Почему бы и нет? Плюс ко всему, мы же и там по условиям пассивной способности хотели посмотреть на бой против Джокера. То есть у нас сейчас должна быть повышенная стойкость в принципе команды, повышенная стойкость к длительному урону. Плюс ко всему, если я правильно запомнил, но я первый раз этим персонажем играю, вы должны сделать скидку после реворка. То у нас еще сейчас и увеличенный урон-то будет. Это очень интересно. Ага, все-таки показывается, насколько я понял, что конкретно мы крадем. Ну, пока что ничего страшного. Обратный урон. Но, ну, слушайте, пока продвигаемся очень даже хорошо. Мне нравится, что все-таки очень доступно показано, что же конкретно у нас крадется. Оглушение, длительный урон. Стойкости как таковой к длительному урону сейчас я не заметил, если честно. Прыгнули. Давайте поменяемся. Эй, ну вот эти вот фризы, они все портят вообще. Я же не могу понять, что происходит на самом деле, когда вот такие фризы происходят. Ай, черт. Вы знаете, я не могу сейчас прокомментировать этот первый бой. Началось все достаточно бодро и началось все достаточно резко. Я думаю, что все-таки проблема в том, что когда вот происходят вот эти фризы, ты не понимаешь. Вот я лично не понимаю, что надо делать дальше. У меня какой-то такой, знаете, эффект, ну не то чтобы паники, эффект растерянности получается. Давайте мультивселенную, поехали. Хотя, давайте обновим. Все-таки хочется либо Бэтмена найти, либо что-нибудь такое интересное, где мы проявим Харли Квинн лучше всего. Давайте вот эту команду возьмем. Так вот, когда игра останавливается, да, вот этот фриз происходит, ты не понимаешь, что тебе делать. Нажимаешь на смену, естественно, никакой смены не происходит. Нажимаешь на спец, спец не работает. И ты сидишь и думаешь, блин, а что дальше будет происходить? Но самое интересное, что если у тебя игра фризит, то боты, такое ощущение, что они находятся вне фризов. Потому что такое ощущение, что пока у тебя игра фризит, боты продолжают играть дальше. То есть, у ботов фризов нет, к сожалению. Ну и, к счастью, для них, собственно говоря. Так, вот мне еще нравится, когда посреди комбо-серии бот может просто-напросто уйти. Но Харли на самом деле действительно достаточно дамажная малышка. И, в принципе, очень даже неплохо. Но я думаю, что все-таки Харли Квинн из Отряда Самоубийц это больше история все-таки для Арены. Мне кажется, Риды это не про этого персонажа. Хотя я могу ошибаться. А если бы у меня этот персонаж был, я бы как-то более подробно ей поиграл. И, возможно, поменял бы свое мнение. Но мне кажется, все-таки это больше для Арены. Это больше для Арены. Ну, ты поменяешься или нет? Ну, вот почему нельзя поменяться вовремя? Надо поменяться тогда, когда не нужно уже это все делать. 25 тысяч с третьего спецприема. Но это без каких-либо критов. Это неплохой урон. Это неплохой урон. Но не так, чтобы прям вау-эффект. Но, опять же, обращаю ваше внимание, что это без критов. Естественно, естественно, еще один бой. Сейчас будем играть, потому что... Ну, лично я еще пока что не очень-то понял, что вообще, в принципе, происходит. Я как-то не совсем вижу этот крутой-крутой урон. Плюс 125 процентов. Или это все-таки имеется в виду урон от спецприемов. Сейчас еще раз перечту пассивную способность. Вот здесь, по-моему, это было, да? Плюс 125 процентов. Но Джокер усиливает атаку Харли в своей команде. Но, по-моему, это история про обычный удар с руки. Не могу ошибаться, конечно. Не знаю. В общем, ну, в принципе, я что со спецприемов, что с руки, особо урон не увидел. Прям улучшенный. Улучшенный. Давайте проведем эксперимент. Давайте сейчас уберем Джокера и поиграем без Джокера в команде. Посмотрим, что будет происходить без Джокера, собственно говоря. Так, мне кажется, будет интересней. И так поиграем, и так поиграем. И заодно посмотрим, действительно ли улучшает, увеличивает ли этот самый урон Джокер. Или нет. Такс. Ну, хочется что-нибудь с Бэтменом. Но в этой команде мы не сможем использовать спецприемы. Зато противник сможет их использовать практически все время. Не хочу. Так как я, опять же, повторюсь, этим персонажем еще практически не играл. Вот третий бой только. Я не знаю, чего от нее ожидать. Прям вот прям. Я не могу быть в ней уверен. Поэтому приходится выбирать какие-нибудь команды такие несколько послабее, несколько поудобнее для Харли. И сейчас, пока я это говорил, я понял, что я пытался выбрать команду какую-нибудь послабее, поудобнее для Харли. Но, по-моему, это не для Манты история. Ну, класс, Манту вынесли. Причем, слушайте, вот это на самом деле очень интересно. Ведь сейчас урон у Харли с руки просто действительно шикарный. Но у нас в команде как раз-таки нет Джокера. То есть, о чем речь? О том, что это все-таки, когда в команде противника Джокер, то урон у Харли будет улучшен. Ведь на самом деле мы играли и против Джокера тоже, но и в нашей команде был Джокер. То есть, может быть, когда в нашей команде Джокер урон с руки у Харли наоборот гасится. Ну, при условии, если в команде противника есть Джокер. Я надеюсь, я доступно объясняю. Это все достаточно запутанно. Но я даже не знаю, как это объяснить. А, в общем, мы с вами сейчас провели эксперимент. Убрали Джокера из нашей команды и встретили команду со вражеским Джокером. И увидели действительно вот этот шикарнейший просто урон с руки от Харли Квинн. Странно на самом деле. Может быть, это знаете, как с Матрицей. То есть, тем же самым Гридом, который гасит пассивную способность. Извините. Который гасит пассивную способность Киборга. Но он гасит пассивную способность не только вражеского Киборга. Но еще и вашу. На самом-то деле. А может быть, здесь то же самое. Но судя по всему, да. Потому что сейчас вот в команде у нас нет Джокера. И вот этого самого шикарного урона с руки тоже нет. Это на самом деле интересная теория. У кого есть действительно Харли Квинн, кто ей играл вот так долго, продуктивно. Напишите, пожалуйста, ваше наблюдение по поводу этого персонажа. Действительно ли это так? Или мне показалось? Или это по-другому все-таки? А ну-ка, третий спец. Дэдшот нам, кстати, там сейчас помог, видели? Вот это тоже интересно. Я делал отдельно обзор на Дэдшот, отдельно обзор на Харли. Но Дэдшота у меня была возможность посмотреть после реворка. А вот Харли Квинн, собственно говоря, после реворка, естественно, у меня возможности не было посмотреть. Потому что у меня нет этого персонажа. Но именно как раз-таки после реворка этих персонажей Дэдшот при использовании спецприема Харли Квинн научился выстреливать из своей снайперки. И тем самым наносить такой вспомогательный урон, если можно так сказать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ух ты, выжили. Уходим, 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 уходим. Уходим, уходим. Ай, черт. Там немножко Бэтмен, конечно, раньше среагировал, чем я. Слушайте. Но я вам хочу сказать, что очень даже неплохо. Очень даже неплохо, если учитывать, конечно. Точнее, если не учитывать, что этого персонажа очень сложно выловить. Но, с другой стороны, теперь есть хоть какой-то шанс на то, что этот персонаж рано или поздно появится у вас в коллекции. Потому что ранее, до обновления 3.5, этот персонаж продавался исключительно за реальные денежки. Сейчас его можно попытаться поймать из сундучков. И, в принципе, ну, неплохой персонаж. Я не могу сказать, что это топчик, но персонаж действительно интересный. Новые краски однозначно появились после того, как реворд персонажа провели. Что вы думаете по этому, по поводу, по поводу, ха-ха-ха, по поводу этого персонажа? Обязательно не забывайте писать в комментариях и пишите, посчастливилось ли вам, вот, уже после того, как она появилась в сундуках, поймать ее. Мне будет интересно почитать ваше мнение. В принципе, под каждым роликом очень много комментариев, за что я вам, безусловно, безгранично благодарен. На этом я с вами прощаюсь, друзья мои. До свидания, до новых встреч на канале Mobile Gameplay.